Здравствуйте, уважаемые друзья! С Вами я Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук и в этом видеоподкасте рассмотрим проблемы, которые могут возникнуть при наступлении долгожданного пастбищного сезона и что надо делать, чтобы не допустить этих проблем. Первая, наиболее частая проблема, это падение жирности молока. Связано это с тем, что при резком выгоне коровы на пастбище рубец коровы не успевает быстро перестраиваться под новый корм. Рубец коровы это огромный биореактор, который заселен всевозможными микроорганизмами, цель которых ферментировать все, что в него попадает. Самым основным компонентом, с которым работает рубец, является клетчатка, которая содержится в корме. В результате ферментации вырабатываются уксусная, пропионовая и масляная кислоты. Это самые основные летучие жирные кислоты. Жир молока образуется в основном из уксусной кислоты, белок из пропионовой. Летучие жирные кислоты образуются в определенном соотношении и уксусной кислоты вырабатывается больше всего, где-то около 60%. Когда корова попадает на пастбище, то основным элементом рациона у нее становится трава. Трава по биологической ценности превосходит концентраты, а по энергетической и протеиновой ценности сухого вещества приближается к ним. Переваримость травы достигает 70%. В сухом веществе травы содержится протеина 20-24%, клетчатки 18-22%, жира 4,6%, безазотистых экстрактивных веществ 41-45% и минеральных веществ 9-11%. И кроме того, что в траве находится много питательных веществ, так все это имеет еще и очень легко переваримую форму. Что происходит, когда трава попадает в рубец коровы. Из-за наличия в траве легко ферментированных сахаров происходит быстрое их расщепление. Организм коровы не успевает их перерабатывать и наблюдается закисление рубца. При этом выделяется очень много газа метана, который приводит к кимпании, если корова съела сразу очень много зеленой массы. И такая картина наблюдается при поедании коровой обычной травы. А если это будут бобовые, типа люцерна, клевер или эспарцет, да еще и влажного с росой или после дождя, то это будет вообще катастрофа. Серьезная темпания будет обеспечена. Пастбищная трава, особенно самая первая, содержит избыток легко растворимых фракций протеина, которые быстро расщепляются в рубце до аммиака. При недостатке сахаров и крахмала угнетается рубцовая микрофлора и она не успевает использовать аммиак для синтеза бактериального белка. Аммиак всасывается в кровь, что может вызвать отравление и поражение печени, это первое. А второе, это то, что в состав этих амидов входят еще и нитраты и нитриты, которые подавляют молочную продуктивность коровы. А если их выше нормы, то могут вызвать и определенные токсические явления, то есть отравление. Поэтому поедание коровой травы после зимнестойлого периода, без подготовки, можно сравнить с тем, что если в горящую печку взять и плеснуть бензина, будет очень сильное воспламенение, если не взрыв, сила которого зависит от количества этого бензина. Ведь организм коровы все еще настроен на переваривание зимнего рациона. Вот точно также и со свежей травой. Поэтому переход зимнестойлового содержания на пастбищный, это огромный кормовой стресс для коровы. Даже если все и делать правильно, а если неправильно, то это вообще может привести к серьезным последствиям. Молочный жир, как я уже сказал, в основном образуется из уксусной кислоты, которая, в свою очередь, является продуктом ферментации клетчатки. В свежей траве содержится в среднем всего лишь около 20% клетчатки, плюс-минус 2%. То есть, как видим, молочному жиру образовываться то и не из чего. Поэтому жирность молока сильно падает, где-то до 2,9%. Это много. Дефицит клетчатки, особенно лигнина, в молодой траве снижает интенсивность слюноотделений, приводит к закислению рубцового содержимого, угнетению микрофлоры, нарушению моторики пищеварительного тракта. Поэтому переходный период подкормка коровы грубыми кормами должна быть обязательной. Надо давать или сено 2-3 кг, или сенаж 5-8 кг. При отсутствии этих кормов корове можно давать предварительно провяленную траву. Часть травостоя скашивает и провяливает. А высокопродуктивные коровы вообще должны обязательно получать подкормку грубыми кормами, тем же сеном, в течение всего пастбищного периода. Скармливают грубые корма или утром перед выпасом, или вечером после дойки. Изменения в кормлении коров должны быть постепенными, в течение 10-14 дней. Это обусловлено тем, что резкое изменение состава рациона, влечет в замену одних микрорганизмов другими, что приводит к нарушению обмена веществ, ухудшению использования кормов и снижению продуктивности. Скармливание грубых кормов в переходный период будет способствовать бесперебойной деятельности преджелудков. А если выгнали на пастбище, то первые 2 дня надо выписать не более 2 часов в день, а потом увеличивать время пастьбы на 1 час ежедневно. И боже упаси Вас, чтобы корова в это время имела доступ к влажным бобовым зеленым кормам, иначе титания обеспечена. Итак, о недостатке клетчатки в траве я сказал, об энергетическом взрыве тоже сказал, о возможности кимпании при поедании бобовых тоже. На что бы я еще хотел обратить Ваше внимание. Следует помнить, что зеленая трава, особенно весенняя, не успевает накапливать в своем составе магний и кальций, но интенсивно увеличивает концентрацию калия и азота. Антагонизм этих элементов приводит к резкому дефициту магния и возникновению пастбищной титании. Также этому заболеванию способствует то, что при резком переходе от зимнего кормления к пастбищному, большой объем потребления трав с избытком амидов не позволяет быстро нормализовать обмен в рубце. Это возникает на фоне пониженного уровня магния. Но на этом заболевании более подробно я остановлюсь в одном из своих последующих роликов. Оно этого заслуживает. А пока на этом все. Здоровья Вам и Вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч.